В Кирове 11 часов и 5 минут, это программа «Мужской понедельник». Добрый день, по традиции, сегодня первый день на новой рабочей неделе. С вами Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Зима пришла в наш город. Я бы сказал, поздняя осень. Поздняя осень и снег. И на неделе нам обещают дневные температуры минус 1, минус 3, ночью до минус 10. Ну, в общем-то, так морозно уже. Классно, зато смотри, как все вокруг. Белым-бело, да? Все чисто и радостно. Ну, если обратиться к историческому календарю, то, конечно, нельзя не озвучить эту дату. 29 октября 1918 года была создана такая организация, как Российский Коммунистический Союз Молодежи. Позже который стал всероссийским. Да. В ЛКС. Всесоюзным он потом стал. Да, так что все, кто имеет отношение к комсомолу, имел отношение и продолжает жить в духе этих самых традиций, пожалуйста, поздравляем. Также поздравляю всех, тем более, что сам к этой организации имел непосредственное отношение. А сколько сейчас людей находятся на различных должностях, да? Ну, не так уже много, если честно говоря. Которые, так или иначе, имели прямое отношение к комсомолу, да, в недалеком прошлом. Ну, наших гостей, я думаю, тоже можно поздравить, да, ведь с этой датой? Давайте их представим, Николай. Ну, Вячеслава Николаевича, наверное, точно можно поздравить, не боясь, что он скажет, что я приписываю им лишние годы. Вячеслав Николаевич Симаков, начальник территориального управления по Первомайскому району города Кирова, заместитель Горовой администрации города. Добрый день, Вячеслав. Добрый день. С праздником, Вячеслав Николаевич. С праздником. Мы знаем, коллега сегодня поздравляет своих, да? Да, конечно. И Наталья Борисова, можно, Наташа, не буду тебя поздравлять с днем рождения комсомола? Нет, почему же нет? Добрый день, дорогие радиослушатели. На самом деле, я тоже немножечко захватила это время, поэтому можно и меня тоже поздравить. Спасибо. Директор по связям с общественностью компании РКС Киров, если расшифровать аббревиатуру, РКС Российская коммунальная система. Да, я к пионерии имею отношение, как в ЛКСМ-то я уже не застал. Ну, жди мая. Подождите, если говорить о столетии пионерии все-таки, то эта дата будет отмечаться в 2022 году. Потому что в 922 году. Все равно в мае. Да, в мае. Да, 19-го числа. Поводом для нашей встречи с нашими сегодняшними гостями послужила вот такая информация. 26 октября на сайте РКС Киров была опубликована новость о том, что компания начала подготовку проекта реконструкции старого пруда в детском парке Аполло города Кирова. Работы ведутся в рамках благоустройства и в развитии городского сада, которое компания осуществляет по просьбе администрации города, начиная с 2008 года. На протяжении уже, получается, 10 лет. Вот очередные планы. Очень символично. Недавно в городе прошел урбанистический форум, где обсуждались те или иные проекты грандиозные и не очень благоустройства областного центра. И вот, пожалуйста, в лице РКС Киров мы получаем еще один замечательный проект, ну, как составная часть, да, уже многих-многих дел реализованных. Ну, почему Вячеслав Николаевич с нами? Потому что парк Аполло – это первомайский район нашего города. И этот проект, и многие другие, которые уже реализованы тоже при вашем непосредственном участии. Давайте сосредоточимся, да, на этом деле. Расскажите, пожалуйста, поподробнее предшествующую работу, сейчас в какой стадии все находится и когда реализация уже будет воплощение непосредственное. То, что касается вот этого проекта, мы достаточно долго, проекты я имею в виду реконструкции старого пруда, мы к нему достаточно долго уже идем. И, наконец-то, мы к нему пришли и начали сейчас концептуально думать над тем, что бы это, в принципе, могло быть, какое видение можно было бы разрабатывать и дальше реализовывать. И проделали им достаточно большую работу, и в интернете посидели, порылись. К сожалению, материала достаточно мало, а то, что касается исторических материалов, которые связаны как раз с этим объектом, ну, мы туда действовали. То есть мы имеем в виду профессиональные какие-то вещи, чертежи? Ну, нет, мы имели в виду вообще какие-либо материалы. Да, внешний вид, как это было, какая-то концепция, да. Я, значит... Вот в публикации сказано, что сотрудница РКС Киров нашла в семейном архиве фотографии. Нет, волнуйте, я хочу сказать, что очень многие люди, которые сейчас живут, они помнят, как это было. Но одно дело помнить, да, вот я помню, а другое дело фотографию найти, скажем, конкретно посмотреть. Да, совершенно верно. То есть материалов таких вот документальных практически мы не нашли, но обратились, собственно, в первую очередь к своим сотрудникам, кому ближе всего-то, да, сотрудникам. И они начали рыться в своих архивах, и вот таким образом мы как раз наткнулись вот на эту фотографию, получили представление, как это, в общем-то, было. Ну, и до этого мы проводили опросы в парке среди посетителей. И, да, вот выяснили, что там действительно была деревянная лодка когда-то, парусная, и место было такое достаточно знаковое для жителей города. Многие фотографировались и подумали, что действительно это хорошая идея, надо бы сохранить. Потому что, ну, вот те люди, которые помнят, они говорят, нет, давайте сохраним. По идее, можно было бы, собственно, снести и что-нибудь новое вообще построить концептуально. Но хочется сохранить раз, и мы подумали, давайте попробуем. Ну, это же была прекрасная тема, Наташа. Да. Смотри, вот этот пруд, да, вот этот большой такой, да. А годы сейчас можем вспомнить, когда вот он активно привлекал внимание? Это точно было, вот в моё пионерском детстве это точно совершенно было. А, то есть 50 лет назад. Ну, может быть и 40, но просто я уже стал старше, и туда стал меньше. Другие маршруты появились. Но факт того, что там, на самом деле, вода, настоящая лодка, да, вот ребёнок не заползает, это же счастье. Это просто, ну, радость такая. Почему же её не сохранить? Вячеслав Николаевич, ты помнят? К сожалению, нет. Пруд я не застал, к сожалению. Там вот это было. Изучая архивные данные, всё это всплывает в памяти у коллег более старших. Ну, хочу поблагодарить Кировские коммунальные системы. Они уже вот уже на протяжении 10 лет вносят свой вклад в благоустройство города. Здесь не только данная территория, очень часто оказывают содействие в ремонте тротуаров, и питьевые фонтаны, и ряд других объектов. Не забегайте вперёд, мы обо всём ещё успеем поговорить. Благодаря им как раз вот парк Аполло начинает восстанавливаться. У нас там очень много зон игровые, и спортивные, и зон отдыха, и зелёные насаждения там в соответствующем образом расположены. Я думаю, что вот этот объект, он ещё внесёт новый толчок в развитии данной территории. — Наталья, говорится о том, что конкретно есть дизайнер уже, который работает над проектом. — Да, совершенно верно. Дизайнер Елена Стрелкова, это кировский дизайнер. Мы с ней сотрудничали уже по проекту «Питьевые фонтаны» любимому городу, и она помогала нам как раз разрабатывать, так скажем, концепты. Она брала готовый макет и вписывала его в ландшафт, то есть делала некий макет, который, ну, как это будет выглядеть. И очень хороший у нас был опыт, и мы, соответственно, пригласили её и здесь поработать вот в этом направлении. И сидели мы, смотрели тоже, как это могло бы быть, чтобы это было хорошо, чтобы было бы хорошо вписано вот в этот, чтобы гармонично было, легко. И вот таким образом мы наткнулись на этот замечательный испанский фонтан, который, собственно, и вдохновил нас на создание этого макета. — Испанский фонтан? Поясните, что имеется в виду. — Испанский фонтан, значит, это фонтан. Он установлен на площади в городе Валенсия. Это прибережный город на берегу Средиземного моря. Он очень красивый, он с подсветкой великолепно смотрится в ночное время, в вечернее. Фонтан-лодка. Небольшие металлические конструкции, и в основном он состоит, собственно, из водяных струй. То есть весь парус — это водяные струи, и он нам очень понравился, и мы подумали, что он просто великолепно впишется. — А здесь еще такое совпадение, как бы была лодка изначально, и здесь снова как бы возвращается лодка, только уже такая более, так сказать, интересная и современная. — Более интересная, современная, такой интересный арт-объект. И, собственно, вот возник такой дизайн-проект, красивый. Вот мы тут его сейчас распечатали. — А я поспешно ищу в интернете как раз фонтан-лодка, фонтан-парусник на площади Плая де ла Мальвареса в Валенте, Испании. Ну вот вижу, да, как раз. — Да, красивый. Но я хочу сказать, что на самом деле, да, это не единственный объект в мире. Такой фонтан-лодка существует и в Израиле построен, в Португалии. И я даже нашла в интернете, что где-то в России, но, к сожалению, следов этой лодки не обнаружилось на данном этапе. Мы перерыли все, но не нашли, где в России реализован такой проект. А вот в Португалии и в Израиле есть тоже такой фонтан. — Ну, у тебя, вижу, смысл в том, что струи воды сосредоточены так, да, что они такое ощущение паруса как раз создают. — Да, да. — Причем такого живого паруса, ты понимаешь, механического, живого, шевелящегося. — Ну, мы подумали, что это было бы круто для парка, для центра города. Это было бы очень красиво. Провели мы еще работу, связанную с тем, насколько это возможно с точки зрения технической, потому что на самом деле никаких коммуникаций в этом месте нет. Ни водопровода, ни канализации нет. Да, а для того, чтобы такой фонтан сделать, необходимо и то, и другое. — Подачу воды и отвод, соответственно, нужно сделать. — Да, да, да. И наш технический. Да, есть еще сложность, связанная с тем, что парк-то уже благоустроен. То есть уже и дорожки асфальтовые сделали мы, соответственно. — В общем, копать-то будет очень сложно. — Да, но нашли технические решения, которые не повредят абсолютно вот это благоустройство. Все будет отлично. Сделать это все можно, все это реально абсолютно реализуемо. И приглашали мы специалистов местных компаний, которые занимаются фонтанами, компания «Аквалэнс», с которой мы сотрудничали по строительству парящего камня. И, да, получили тоже положительное заключение. Сделать можно, все реально. Этот проект, он реализуем. На самом деле, есть, конечно, нюанс, связанный с тем, что, по сути дела, это нужно будет строить объект вообще по-новой. То есть мы просто сохраним этот формат чаши, неровный такой. — То, что сейчас в парке Бомба осталось, вот этот вот каркас. — Ну, это, по сути, надо будет все убирать. — Убирать. — То есть нет возможности сделать по-новой, потому что гидроизоляция не сохранилась, коммуникации нет, то есть нужно сделать по-новой. — А там изначально просто этот прудик был водой наполнен, и все? Вот раньше, много-много лет назад. — Вот, извини, я был ребенком, я точно технические детали не давал. — Или тоже не сохранились эти данные? — Нет, вы знаете, что какие-то остатки коммуникации мы нашли, остатки водопровода. Канализации нет, не нашли, но, по всей вероятности, да, подводка воды была каким-то образом, осуществлялась заполнение этой емкости, но каким образом, мы не знаем. — Раз там нет коммуникации, в конце концов, ведра всегда были у людей, так что можно было и наносить, и потом обратно выпивать периодически. — Он великоват, конечно, для таких экстремальных заполнений. Но, во всяком случае, вот с технической точки зрения, это придется строить новый объект, но он, во всяком случае, он сохранит. — Он будет повторять очертания того бродика? — Да, то есть в макете сохранены эти очертания на этом же месте, полностью эта форма сохранена, и эта идея сохранена. Ну, вот она такая современная. — Так, нам нужно сделать сейчас небольшой перерыв. Наталья Борисова, директор посредством сообщественности компании РКС Киров, и Вячеслав Николаевич Симаков, начальник телеправления по Первомайскому району, наши гости. В парке Аполло планируется реконструировать фонтан, а мы так понимаем, что новый возвести, да? — Фонтана аж там не было. Реконструировать можно то, что было. — Ну да. — Там был прудик. — Создать новый фонтан с учетом того, что было. Мы продолжим наше общение через полминуты. — Ну, что касается проекта, проект уже готов, да? Вот архитектором, ой, простите, дизайнером Еленой уже все сделано. — Да, сделано как дизайн проекта, как картинка, красивая картинка, которую мы сейчас, собственно, выносим на обсуждение. Ну, потому что, на самом деле, это одно из направлений, что можно было бы. Но это не единственное оно. Может быть, есть какие-то идеи еще. — На обсуждение в каком формате, то есть? — Это будут баталии какие-то очные, либо обсуждать, либо можно приходить или присылать свои отзывы. — Ну, честно говоря, мы так далеко это не продумывали. На самом деле, наверное, надо бы какие-то сделать. Может быть, слушание, я не знаю. Или, может быть, в каком-то виде. — Я думаю, что на первом этапе вот эта информация выложена в интернет. И сейчас мы будем просто... Кто-то может прийти высказать свое мнение, кто-то в письменном виде, как угодно. А дальше уже посмотрим, какая волна поднимется. Если необходимо будет, тогда можно провести общественное слушание. Если будет поддержка, в принципе, надо будет просто продумывать, какие сроки, какие средства, как реализовать этот проект. И все. — Ну, я вижу, что если волна возмущенных кировчан не появится, да, то тогда просто как бы не будет необходимости вообще своих слушаний. — Да, либо какие-то конкретные предложения по внесению изменений в данную концепцию, тогда уже будем совместно рассматривать, если эта необходимость будет. — Ну, вот я вижу в сообщении на сайте ККС, где говорится об этом проекте, просто адрес электронной почты указан, что предложение, мнение, отзывы можно присылать именно на него. — Ну да, на данном этапе мы указали наш электронный адрес, куда мы готовы принимать все предложения, все замечания. Если, возможно, и по телефону добавим еще дополнительную информацию, по телефону можно обращаться. Но лучше бы, конечно, в письменном виде, нежели какие-то высказывания такие устные. Вот, пока будем собирать, в общем, эту аналитику и смотреть, как, правда, будет идея воспринята. — На данный момент уже отзывы какие-то есть от жителей города? — На данный момент пока не слышали. — Или пока еще ждете? — Пока только устные, непосредственно на территории парка. — Да, мы разослали пресс-релиз. Да, было, правда, несколько отзывов, сказали, что очень хорошо, очень красиво, красивая вещь, просто это будет украшением парка. Я хочу сказать, что на самом деле вот такие серьезные проекты, как благоустройство парка, конечно, необходимо реализовывать на основании, ну, так скажем, уже больших проектов, каких-то концептов, прописанных для парков. Я вот, к сожалению, не была на этом форме урбанистическом, возможно, там как раз такие идеи и звучали. Нам, на самом деле, в какой-то степени этого не хватает. Единственное, что я могу сказать, у нас есть проект, который был когда-то разработан совместно нашей компанией с компанией Гордор Мострой. И вот этот проект, вот он у меня сейчас передам, альбом. Здесь полностью прописаны, нарисованы, так скажем, все площадки, которые в парке можно было бы разместить. — Это именно парк Апола имеется в виду, да? — Да, это парк Апола, это дизайн, прям проект парка Апола с чертежами. Есть, конечно, проблема, связанная с тем, что такие макеты, это давно было сделано, я думаю, что это больше уже 10 лет, и такие вещи, они на самом деле устаревают, да? То есть уже появляются какие-то... — Теряют актуальность. — Да, они актуальность какую-то свою теряют, но поскольку у нас другого нет, то мы, собственно, в общем-то придерживаемся этого проекта на данном этапе. И вот, например, в этом проекте, в этом большом проекте есть вот этот фонтан, он тоже имеет такую же форму, но несколько там иначе выглядит, попроще. — И без лодки. — Он без лодки, вот, здесь есть черепаха, большая черепаха. И есть такой... — А то я сейчас там показываю, да, это альбом мы видим. — Такой скромненький, в общем-то, фонтан по центру. — Нет, но фонтан на этом месте всё равно как бы уже тогда предусматривался, да? — Ну вот да, совершенно верно, да. И, в общем-то, мы написали об этом от посетителей парка, потому что мы часто туда выходим. От посетителей парка мы слышим, что не хватает парку фонтана, ну вот надо прям органически добавить сюда. Но вот мы придерживаемся этого концепта, и мы от него далеко не уходим. И вот следующий объект, который в настоящее время строится, это мини-стадион. Он как раз тоже был прописан вот в этом большом проекте, и с идеей мини-стадиона мы в прошлом году вышли. И как раз вот территориальное управление Первомайского района поддержало эту идею, и проект он победил на конкурсе. И сейчас вот эта идея тоже реализуется. — Давайте про мини-стадион ещё попозже, мне хочется ещё про фонтан просто поговорить. — Да, давайте. — Вот сейчас вы будете собирать предложения, мнения, не знаю, насколько активно они будут поступать. Следующий этап. Сколько будет литься, вернее, вот этот сбор? — Долго ли будете слушать общественность? — Зима, конечно, впереди, зима у нас долгая, можно, в принципе, всю зиму над этим размышлять. Потом уже, когда растает, уже... — Извини, там уже что-то делать нужно, надо уже более технический проект иметь. — Ну не трубы же прокладывать. Мороз? — Хорошо, я тогда поясню, как это вообще обычно делается по общему принципу. Вначале разрабатывается дизайн-проект, затем разрабатывается уже проект технический. — Дизайн-проект уже есть. То есть, видимо, следующий шаг — это техническая, собственно, проработка, вот эти специфические документы с размерами и так далее, с обоснованием. — Ну, есть пока наш дизайн-проект, с которым мы выступили, на самом деле. Я считаю, что очень важно услышать мнение жителей города, я не знаю, дизайнеров, архитекторов, потому что, ну, вот надо участвовать в этом. — Где, как? — Не только. — Вы ждете, пока они напишут, или вы где-то их все-таки соберете? — Мы соберем. — В одном месте. — Я думаю, что мы соберем. Я полагаю, что мы и Вячеславу Николаевичу обратимся за помощью. — Да, мы сегодня разместим эту информацию на сайте территориального управления. Кроме этого, по всем соответствующим структурным подразделениям направим для рассмотрения. Я думаю, что вот на эту всю процедуру необходимо, вот у нас месяц только начинается, в течение ноября мы собираем замечания, предложения, и при необходимости, если необходимо какие-то вносить изменения, в декабре, допустим, мы окончательно эту концепцию дорабатываем. Либо переходим уже к разработке проекта. — Вот подход управленца, вот, ноябрь принимаем, назначаем, обсуждаем, если что-то не нравится, дорабатываем. Вот так уже лучше. — Хорошо, можно, да, я думаю, что это очень хороший путь, правильно. — Ну, это отдельно, конечно, обговорить подробности. — Да, ну, дальше, значит, разрабатывается технический проект со всеми схемами, чертежами. — Наталья, а можете пояснить, если не проводить земляные работы, то как это можно, подвезти воду и отвезти ее? — Нет, ну, я понимаю, можно проводить земляные работы просто методом прокола. — Методом прокола, да, не, Вячеслав Николаевич, правда, есть современная технология, кстати, которую мы очень активно сейчас применяем при строительстве водопровода и канализации. — При знамении. — Да, специальным оборудованием, так называемые машины направленного бурения, делают прокол под, значит, под дорогой, и, соответственно, труба проталкивается туда, то есть неразрушаемую верхнюю заасфальтированную дорожку, дорогу. — То есть у нас прямо перед офисом две ямки вырыли здесь, а потом где-то там далеко, да? — Да, совершенно верно, да, и коммуникацию протянули, да, 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 да. — Главное понять, откуда запитываться. — Ну, как раз здесь кировским коммунальным системам и проще. — Уж кому не знать. — Такое как раз применялось и на парящем камне. — На перегрёздке Розы, Алексей. — Да, 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 они там два приямка сделали, и всё, весь сквер уже не перекапывали. — Вот если пойдёт всё хорошо, обсудите, люди выскажутся, специалисты дадут свою оценку, когда практическая реализация начнется? — Ну, я говорю, что дальше нужно будет приступать к проекту техническому, который покажет стоимость этого объекта. — Потому что на данный момент предложенная вот картинка, она, вот она, картинка красивая, конечно, сколько это будет стоить, мы пока не понимаем. — Но цены на ней нет. — Да, цены на ней нет. — Соответственно, там дальнейший этап, надо понять, сколько это будет стоить, и что можно будет дальше с этим делать. Но, во всяком случае, вот те проекты, с которыми мы там сейчас выходили, очень хорошо мы… — Сколько парящий камень стоил? — Более трёх миллионов. — Да, более трёх миллионов. — Ну, если сопоставлять вот так сейчас, на вскидку, прицеливаться. — Больше, меньше будет? — Больше. — Здесь больше будет? — Конечно, здесь будет больше. — Работы больше. — Более трудоёмкая. — Площадь. — Во-первых, площадь больше. — Надо восстанавливать вот эту вот саму акваторию, если так можно сказать. — Чашу, да, вот сюда. — Да, то есть здесь, конечно, будет более затратный проект, нежели парящий камень. Было проще в этом смысле. Но дальше, поскольку Владимир задали вопрос, что дальше? Технический проект покажет стоимость. Я говорю, дальше можно будет уже смотреть, каким образом можно будет его реализовать. — На данном этапе, я говорю, у нас был очень хороший опыт работы, участия в конкурсах с нашими проектами, в конкурсе проектов поддержки местных инициатив. И это дало возможность, кстати, реализовать возможность и заасфальтировать дорожки, и построить мини-стадион. И, собственно, вот этот проект тоже, может быть, можно по такому же идти пути. — По моей тоже, да, попытаться интегрироваться? — Как раз мы в рамках этого проекта в парке «Аполло» планируем восстанавливать наружное освещение. То есть, в принципе, вот эта территория, она не такая большая, там какие-то глобальные изменения, скорее всего, уже в дальнейшем не планируются, вот за исключением таких зон исторических. — То есть сейчас точечно можно? — Да, да. — Не нарушая то, что уже сделано? — Основная работа, вот помимо этого фонтана, это восстановление наружного освещения и прокладка еще дорожек в нижней части. — Я-то все к тому, насколько велика вероятность, что в 2019 году вы начнете практическую плоскость внедрять это все? — Мы посмотрим, это будет понятно, когда будет... — Осмечено все, будет бессомненно здесь, да, я понимаю. — Да, на самом деле. — Ну вот то, что Вячеслав Николаевич сказал об освещении, мы посмотрели и посчитали, что вот сейчас более это первоочередная задача, потому что освещение в парке плохое на данный момент. А учитывая то, что появится мини-стадион, а он расположен в нижней части, а там освещения вообще нет, соответственно, вот на следующий год подается первый этап проекта освещения парка, и на следующий год уже второй этап. Мы распределили, что для нас важнее осветить в следующем году. Это центральная часть, это эстрада, это мини-стадион, то есть точки, которые уже сейчас существуют, там, где есть активности. А есть еще перспективы, которые вот хотелось бы во втором этапе тоже реализовать, потому что есть свободные площади, которые у нас в том числе тоже есть интересные идеи. В частности, вот мы тоже давно уже думаем о проекте создания площадки для пожилых людей. Тоже подсмотрели идею в другой стране, в городе. В Нюрнберге мы подсмотрели, нет, это замечательно. Позитивный опыт надо всегда принимать. Можно ближе посмотреть в Минске, в Белоруссии. В Минске, Белоруссии, да, но нам очень понравилась как раз Нюрнбергская вот эта вот замечательная площадка. В Германии, соответственно. Да, и просто мы вот долго ходили, что это идея, и под нее уже так площадочку присмотрели, что вот здесь было бы хорошо, если бы хорошо вписалось. Хорошо, вы бежите вперед, ладно, будем за вами гнаться. Ну, в общем и целом, подведем итоги. Про новый фонтан понятно, да, в целом. Дизайн-проект есть, сейчас будут собираться мнения, обсуждения. Вячеслав Николаевич пообещал информацию соответствующую выложить на сайте администрации. Можете выходить на связь непосредственно с ККС, с Первомайской администрацией. Все будет публично, все будет открыто. Дело за осмечиванием всего этого дела, простите за автологию, понятно, выяснить нужно, сколько будет сумма. Ну и в дальнейшем. Вот такой под итог у нас, да? Все вроде подробно рассмотрели. Вроде бы по-другому. Можно я еще небольшую ремарочку добавлю тогда сейчас? То есть, например, может быть, когда будет понятно с техническим проектом, возможно, смета будет очень большая, велика, потому что сложная такую штуку сделать. Вполне может быть, что идея останется лодке, а, например, сама чаша будет круглая просто. Это уже будет более простой вариант. Но, может быть, не так важно сохранить прям вот эту форму, но вот идея при этом будет сохранена. Но вот круглая, например, может быть, попроще будет. Поэтому вот еще такой нюанс. Вопросы все-таки технические, скажем так. Хорошо, я там по мере осмечивания условно говорю. Да, совершенно верно. Про площадку для пожилых людей, в частности, про мини. Стадион. Стадион, да. Давайте уже после рекламы поподробнее поговорим. Буквально минуту мы продолжим. Продолжаем наше общение. Еще раз представляем наших гостей. Наталья Борисова, директор по связям с общественностью компании РКС Киров. И Вячеслав Семаков, начальник территориального управления по Пирамовальскому району нашего города, заместитель главы администрации. Ну что, давайте дальше. Двигаться по парку Аполло. Да, мини-футбольное поле и площадка. Я так понимаю, что все-таки не с всем будет мини-футбольное поле. Все-таки такая поля универсальная. Вот сейчас Наталья нам продемонстрировала в том альбоме. Многофункциональная. Можно заниматься футболом, волейболом, все что угодно. Такая же подобная. Соответственно, зимой. Вот мы разговаривали предварительно с поставщиками данного оборудования. Можно ли использовать как раз под заливку катка. В принципе сказали, что допустимо. Сейчас ждем, когда проект все-таки окончательно сдадут. И тогда уже будем искать опять возможности, каким образом нам организовать там каток. Потому что как раз я вспоминал свое детство. Кулюш, я тот самый старый среди всех собравшихся. Потому что из-за старого звучит-то как... Ну... Старший. Самый старший, да. Самый старший. Там как раз было практическое место, куда ребятишки окрестные бегали. Соответственно, летом мячик попинать, зимой шайбу погонять. Ну, сейчас там не только детишки. Более старшее поколение занимаются спортом. Нет, так тогда тоже старшие бегали. Просто я-то своих помню. Да, я уж на старых, на взрослых не смотрел. То есть такое намоленное место тоже. Да, да, да. Вопрос-то в чем? Вопрос-то уже, ну, если зимой ее использовать, надо убирать силы чьи-то задействовать. А вот как раз данная территория у нас находится в ведении кировских коммунальных систем. Под шеф-систем. Да, они... Вот я помню, что с 2010 года у нас договор уже заключен. 2008. 2008 года, да. 10 лет в этом году, да. И они занимаются содержанием. То есть здесь бюджетных средств никаких не вкладывается. Все за счет кировских коммунальных систем. Вы несколько раз говорили, что сейчас, сейчас эта площадка обустраивается. Действительно сейчас прямо идут работы? Идут работы. Дело в том, что у нас, значит, со сроками немножко сдвижки произошли. Потому что нашли там сети, которых на плане не было. И нам пришлось... Вы недавно говорили, что там нет ничего. Вот у нас на схемах. На планах ничего не было, когда нам пришлось планировать территорию. Там практически уже археологические скобки происходят. Снимали там до полутора метров грунта. И вот напоролись на кабеля. Поэтому пришлось... А, электрика. Да, пришлось переносить все эти сети. Время потребовалось побольше. Но в любом случае, на сегодняшний день планировка, щебень, бетонирование. Все закончено, все оборудование завезено. Сейчас осталось только установить. Поэтому мы планируем где-то, ну, край до середины ноября эти работы закончить. А окончательное покрытие какое будет у этой площадки? Искусственное покрытие. Искусственное? Резиновая кружка. Да, да, да. А, ну вот рядом с нами, собственно, есть площадка спортивная, которая в рамках ППМИ открывалась. Нечто подобное. Многофункционально. Она будет огорожена. Огорожена, да. Огорожена. Один в один, как на трудовых резервах. Вот там, на нижней площадке сделано поле. То же самое. До середины ноября, да, обещается? Открытие потом будет какое-то? Обязательно. Приглашение прессы и так далее? Конечно. Тут тоже инструменты какие-то задействованы ППМИ. Кто участники? ППМИ. ППМИ тоже задействованы, да? Да, и, конечно же, Кировские коммунальные системы. Поддержала нас районный совет инвалидов в этом вопросе. И еще ряд предприятий города. Но там уже... Вы можете назвать, похвалить. Меньше участия. Понимаете, вот когда мы совместно благоустраивали сквер на перекрестке Казанская и Роза-Лексенбург, там приняли участие несколько десятков предприятий. Потому что мы понимаем, что если обращаться за помощью и указывать какие-то большие цифры, тут у людей сразу все отпадает. Поэтому мы обращались то, сколько может. Поэтому там, говорю, порядка 20 организаций внесли какой-то вклад. 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей там жителей близлежащих домов. Да ладно, признайтесь, Вячеслав Николаевич, что сумму-то рекомендованную все равно, наверное, озвучивали. Не просто кто сколько может, а вот было бы неплохо, если бы вот столько. Вот так я озвучил, 5-10 тысяч рублей. И понимаете, что таким организациям, как Межрегионгаз, Шинный завод, там... Тем более, Межрегионгаз там соседи вообще. Понятно, что и наши банки, Кировские, все оказывали содействие, даже коммунальные службы, это тоже спецавтохозяйство и так далее. То есть здесь так же получится, этой площадкой, что все по чуть-чуть помогут? Ну, я думаю, что окажутся действия, если понадобится. Доступ на эту спортивную площадку в парке Аполло будет абсолютно свободным? Для всех. Для всех, да. Городская территория. То есть забирать не будут на замочек? В вечернее время у нас там ограничения есть, то есть мы... Ну, в любом случае... Нет, территория там открыта. Просто нужно будет координировать кому-то это все. Вот как у нас, да, судя по площадке, которая вот у нас во дворе находится, желающих сразу много, все хотят поиграть, позаниматься, и тут нужен какой-то список, что ли, составлять, когда кто... Ну, возможно, там еще появятся некие участники близлежащих организаций. Ну, сейчас мы этот вопрос рассматриваем, пока не буду звучать. Общая стоимость этой площадки? Миллион триста. Миллион триста тысяч. Так, площадка для инвалидов. Ой, простите, для пожилых людей. Для пожилых людей, извините, пожалуйста. Площадка для пожилых людей пока что еще вот она... Пока в планах, да? В планах, да. То есть мы уже начинали даже работу. А где конкретно дома? Вот она... Здесь сейчас сложно. В нижней, в верхней части? Нет, это в верхней части, да. Это вот уже за... Там есть такая стена каменная с домиками. И вот за ней мы там присмотрели площадку. А мы уже думали о наполнении. Чем можно было бы наполнить ее? Чем интересно было бы заниматься людям в возрасте? Ну да, чем она оправдывает? Да, ну рассматривали там разные варианты. Городки и что-то... Да, первое там, что вот кто-то городками будет заниматься, кто-то в шахматы. И какие-то, может быть, активности даже. И обязательно качели вот такие какие-то там с навесом. Что-то вот такого плана мы... Качели? Ну, качели, да. Вот на память приходит... Для людей в возрасте? Нет, на память приходит замечательная картинка, которая в интернете, помню, набрала кучу лайков. Вот когда такая женщина 80-летняя качается радостно. Не картинка, это, по-моему, видео качается счастливо на этой качельке. Вот. У нас я просто не видела, чтобы женщины в возрасте качались. Владимир, проблема-то ведь в чем как раз? Что люди-то в возрасте с удовольствием покачались, но все качельки детские. Все детские, да. Все детские, ты туда не войдешь, во-первых. А если войдешь, то она просто обрушится под тобой, для тебя никто и не пустит. А покачаться-то всем охота. Да-да-да, все правильно. На самом деле, вот у нас детскую площадку, когда мы построили, у нас же там стоит специальный информационный щит о том, какие требования есть, какие ограничения по каждому оборудованию. Это для детей определенного веса, возраста. Соответственно, вот здесь качели будут предназначены для взрослых людей. А может быть спросить у этих самых пожилых людей, а что им-то нужно? Тоже собрать предложение? Организовать такой вопрос? Да-да-да, но это вот организовать опрос надо. Я думаю, что если вот такой опрос массовый провести, то надо будет не площадку, а целый город для них строить. С всевозможными процедурными кабинетами. На самом деле, нет, это действительно правильная идея. И мы, в принципе, хотели и даже думаем, что мы обязательно это реализуем. А с обществом инвалидов, как раз, которое нам очень помогает в реализации всех проектов, это просто низкий поклон людям этим замечательным. И я думаю, что надо с ними обязательно тоже будет посоветоваться, что они порекомендуют в плане наполнения. Я думаю, что там будут какие-то идеи, которые надо обязательно взять за основу. Мы сделаем это обязательно. Пока что это в планах. Ну и совет ветеранов Пермайского района тоже подключится. Безусловно. Да-да-да, конечно. Ну и здесь вот зимой такой объект, который собирает и старый младший, что называется. Это каток. С удовольствием, конечно, люди приходили, мне кажется. Над этим работаем. У нас и задача остается со стороны руководства города рассматривать вновь такие территории, где можно организовать каток. Вот недавно про Спасскую говорилось. Да, это Первомайский район? Первомайский район, да? На пешеходной руководстве. Это самый жиломайский район. Да, простите, конечно, от Ленина до Казанской. Там планируется, в Ленинском районе планируется. У нас в Заречной части традиционно как минимум два катка заливаются. Ну и все стадионы, которые имеются на территории города Кирова, тоже будут эти работы. Ну и, может быть, в парке Аполло мы все-таки будем заливать площадку. Нет, ну мы в парке Аполло заливали площадку, да, вот наверху, как зайдешь налево, налево, вот реально там такой домик, строение есть, вот там была площадка, мы делаем ее. Единственное, что проблема-то в том, что мы это как бы не очень профессионально делаем своими силами, и вот сложность возникает ее залить, ее же потом нужно, за ней нужно ухаживать. Да, даже слово такое специфическое есть, ледовар. Да, ледовар, да, то есть это должна быть идеальная поверхность, чтобы на ней было удовольствие кататься. Вот здесь у нас возникла проблема, тут какую-то бы организацию, которая бы этим профессионально занималась бы, с ней бы договориться. Есть такие организации, я просто подскажу. Мне кажется, что же есть, да. Ну вот. Ну вот, да. Они же как-то участвуют, например, на театральной площади у нас, да, зимой появляются. Вполне себе каток. Хорошо, пару минут еще остается. О чем еще хочется поговорить? Давайте о планах еще на будущий год. Ну, сеть питьевых фонтанов от КТС будет развиваться. Да, 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 мы уже продумываем. Это значит, у нас на следующий год мы запланировали еще два питьевых фонтана. Один питьевой фонтан, это нас попросили очень, попросили активные жители микрорайона «Чистые пруды». Там было очень большое обсуждение в группе, что бы могло и какой питьевой фонтан установить. А где именно там? А есть там заложен замечательный такой парк красивый, компания «Кера Спецмонтаж» его уже благоустроила. Там есть маленькие насаждения, но красиво. Ну, свежие еще только, да, да, там же брусчатка, освещение все сделано. И вот прям вот просили жители нас вот там поставить, и мы прислушались к этому, и сейчас уже разрабатываем дизайн-проект. И совместно с компанией «Кера Спецмонтаж» мы это сделаем, помогут нам в благоустройстве застройщик. Примерно по срокам, когда? Мы планируем... В начале лета. В начале лета сделать. В начале лета, потому что, да, уже сейчас работы проводим. На самом деле есть у нас уже некий опыт. Первые фонтаны, с первыми фонтанами нам было сложновато, потому что вот не было какой-то отработанной такой технологии. А сейчас мы, в принципе, уже четко понимаем, что он необходимо. И второй, значит, фонтан мы планируем сделать, установить рядом с Домом культуры Родина. Там есть сквер, который благоустраивается тоже сейчас в рамках... По МИИ, там тоже, насколько я помню, это октябрьский район. Да, это октябрьский район уже. Мы получили разрешение на установку, и мы планируем в этом году уже провожить коммуникации, то, чего мы раньше не делали. То есть мы одним годом все это делали, прокладывали, устанавливали. В этом году мы планируем сделать подготовку, коммуникации уложить, площадку подготовить, за зиму уже разработать проект и изготовить сам фонтан. И уже в самом начале, в конце весны, начале лета уже установить его. Такие планы есть. И есть еще заявка, новый микрорайон «Знак». Здесь тоже застройщик, компания «Железная» обратилась к нам с просьбой поддержать наш проект. Да, у нас с ними был в этом году проект совместный, да, в микрорайоне «Метроград». Нам очень понравилось работать с этим застройщиком. Там тоже питьевой был фонтан, да? Да, тоже питьевой. Они очень ответственно подошли к тому фонтану, который в «Метрограде» сделали. Но его мы, правда, без их участия разрабатывали и создавали. Зато они сделали классную площадку, очень помогли с благоустройством. Там очень хорошо место это выглядит. И, соответственно, они сейчас попросили такое же сделать и в «Знаке». Готовы. В общем, планов масса. Удачной реализации мы вам, конечно, желаем. Со своей стороны готовы тоже оказать поддержку информационную в первую очередь. Спасибо большое нашим гостям. Наталья Борисова, директор по связям с общественностью компании РКС «Скиров» и Вячеслав Симаков, начальник теруправления по Первомайскому району нашего города, замглавы администрации. Всего доброго. До свидания. До свидания. Всего доброго. Удачи. Спасибо.